Всем привет! С вами Светлана и Леонид за кадром. Хотела вам показать вот такую красивую картину. Не знаю, вы видели или нет, мне прислала моя сестричка. Вышитая картина. Ладно, видео сегодня не о картине, а видео сегодня о покупках. Покупках на неделю. Покупка, закупка продуктов на неделю, скажем так. Может быть, кое-что из этого, конечно же, останется. Кое-что, может быть, надо будет докупить. Кое-какие запасы есть, но приблизительно раз в неделю мы посещаем наш любимый район с нашими тремя любимыми магазинами и там закупаемся. Начнем. Все, что вы видите на вашем экране. Для любопытных и любознательных мы заплатили 1345 песо аргентинских. Это приблизительно 74 доллара на сегодняшний курс. Курс у нас 1 к 18 сегодня. К 17 и к 18, то есть курс туда-сюда скачет, но приблизительно так. Итак, что же мы сегодня будем складывать в наши холодильники. Как она называется? Личуга. Личуга. Это называется зеленые листовые... Как они, Лень? Салат! Господи! Я извиняюсь, я только что снимала видео просто на испанском языке для моего канала, поэтому у меня все русские слова уже просто повыскакивали с головы. Значит, здесь вот такой огромный один салат. Здесь вот такие маленькие салатики, тоже их там полно. Еще один. Ну, в общем, короче, куча салата. Я его мою, складываю, ну, как бы просушиваю полотенечком. Или же, если у вас есть такая центрифуга, то есть вы можете высушить так. И сразу же помытую зелень я храню в холодильнике. Так удобно в пластиковом контейнере. Затем идем дальше. Мандарины взяли. Здесь, наверное, килограмма два есть точно. Сезон уже цитрусовых скоро заканчивается, поэтому надо наслаждаться. Затем помидоры около трех килограмм. Вот такие, как они у нас называются, перрито, сливки. По 25 песо за кило. Один шампунчик мальчикам. Затем соевые такие котлеты, или как их еще назвать, миланесос. Четыре штучки. Печенье. Печенье из цельнозерновой муки с добавлением. Два вина, куда же без него. Это на неделю, ничего не подумайте. Иногда мы берем одно, но сегодня Леня что-то взял два. Да, Леня? Какой у тебя праздник? Деньги, ты пора лагу. А, у нас понедельник нерабочий день, поэтому длинные выходные. Длинные выходные, да. Надо чем-то заниматься. Затем, смотрите, соус. Вот такой уже готовый для пасты, пиццы. В общем, очень вкусный соус. Вернее, название соуса поморола, он очень вкусный. А эту марку я первый раз купила попробовать. Не знаю, как она, но в принципе она хорошая марка. Три вот таких соуса. Затем рис килограмм неочищенный. Я вот все время удивляюсь, не могу понять. Может кто объяснит. Почему неочищенный рис стоит в два раза дороже, чем очищенный белый. Затем, идем дальше. Как молотый кофе, да? Да, как молотый кофе. То есть всегда дороже сахаром, чем не могут. Ну да. Семечки подсолнечника две пачечки взяли. Они не обжаренные, сырые. Мы их потом на сковородке обжариваем, когда нам надо. Затем красная или оранжевая чечевица. Очень вкусная. От нее почти не бывает вздутие живота, кто этим страдает. Поэтому, если еще не пробовали, то попробуйте. Очень она быстро варится. Даже можно сказать, быстро разваривается. То есть надо следить, если вы хотите приготовить салат. Ну а в суп, в принципе, 15 минут и она готова. Дальше идем три огурчика. У нас не забывайте, сейчас зима. Поэтому огурцы были по 20, по-моему, килограмм. Недорого. Дальше. Вот такая вот авена. Ай, как же ее. Овсянка. Цельнозерновая. Рекомендую ее, так сказать, потреблять. Так как все-таки в цельном зерне сохраняется больше всяких натуральных, нужных нам веществ. Я ее готовлю очень просто. Ее замачивайте на ночь водой. Утром все это дело промываем через ситечко. И готовим. Готовится очень быстро. 10 минут. Так как за ночь она уже как бы, ну она мягкая становится. И, в принципе, можно и так уже кушать. Ну, 5-10 минут проварить можно. Так, дальше картошечка. Здесь я не знаю, сколько у меня. Пару килограмм. Яблоки. Яблоки у нас, смотря где покупаешь, есть по 50, есть по 25. Эти мы купили по 25, то есть за кило. Затем вот такие вот огроменные апельсины. Этим одним апельсином можно, я не знаю, вот смотрите, моя рука. Вот какой. Это Леня выбирает. Он выбирает. Все большое, да, Леня? Так, дальше. Мука органическая. Этой самой. Господи, пшеничная. Я сегодня, похоже, не знаю на кого. Сегодня заговариваюсь. Затем дальше. Овсяные отруби. Можно их добавлять в вашу овсянку, когда вы ее варите. Или же в йогурты. В общем, кто куда. В печенье, в хлеб. Когда пекете, печете. Очень вкусно. Затем в каррефуре взяли полента. Это кукурузная мука. Органическая. Написано. Будем верить, что это так. Так, теперь идем дальше. Куриные грудки. 84 песо за кило. Затем печень говяжья. 29 песо за кило. Вот здесь 2700 грамм печенки за 20 песо. Мясо. Сегодня была скидка, поэтому я нагребла 1, 2, 3, 4, 5. Естественно, мы все это мясо за неделю, я думаю, мальчики не сидят, так как я красное мясо вообще не ем. Печенку иногда я кушаю, но красное мясо я не ем уже больше 7 лет, 8, наверное. И свинину тоже, мне их просто не нравится. 79,90 за килограмм. Поэтому я там выгребла всю эту полку с мясом. Дальше идем бананы, молоко одно, сливочное масло. В супермаркете не было, нашли в наших китайцев друзей за углом. Именно, я говорю, не было этой марки, которую я всегда покупаю, которая хотя бы масла. Без добавления всяких растительных жиров. Затем масло, кстати, не дешевое. 43 песо. 200 грамм. Теперь творог, рикотта. Здесь 300 грамм. 30... 36 песо. Около того, я очень сейчас не помню уже, но не важно. Затем купили лук. Тоже Леня выбирал. Вот он. Вот такой вот, как моя рука, я не знаю. Самый большой, наверное, повыбирал. Самый маленький. Самый маленький? Ладно. Груши. Груши тоже классные, сочные, такие спелые, желтенькие они. Не знаю, вам видно или нет. По 19 песо. Недорого. Взяли один перец, две морковки. Морковка у меня еще немножко есть, поэтому взяла только две. 30 яиц. 30 яиц у нас стоит 45 песо. Где 45, где 50, где дороже, то есть смотря, где покупаете. И смотря, наверное, тоже еще какие яйца. Ну, мы вот взяли такие. Что еще? Наверное, все. Вот такие покупочки у нас сегодня были. Сейчас все это будем загружать в холодильник. Всем пока, Лень. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok